Первые представители этих кровожадных животных были зафиксированы на специальном пункте наблюдения 4 февраля, намного раньше, чем, к примеру, в 2015-м. Тогда на поиски жертв клещи выползли только в конце месяца, но охотились, к слову, вплоть до последних дней декабря. Период их активности длился 301 день. Это самый большой показатель за всё время наблюдений. Если брать сравнение прошлый год с 2014-м годом, то активность клещей выросла, их количество более чем в полтора раза по сравнению с 2014-м годом. То есть тёплая погода, благоприятные условия, условия для прокормления клещей способствуют такой ситуации. Защититься от укусов несложно. Достаточно соблюдать простые правила, грамотно одеваться при выезде на природу и использовать репелленты. Также специалисты советуют не употреблять в пищу термически необработанное коровье и особенно козье молоко. Ещё есть такая опасность, как конкретно клещевой энцефалит. Его можно заразиться и можно не только после укуса клеща, но и после употребления сырого термически необработанного чаще козьего молока, потому что клещи чаще попадают именно к козам. Ну и к корове молоко также несёт опасность. То есть здесь всех призываю пить молоко только термически обработанное, особенно если мы не знаем ничего об этом животном или где мы приобрели это молоко. Не лишним будет напомнить, если вы обнаружили клеща на себе или близких, паниковать не стоит. Гораздо продуктивнее будет обратиться с заквалифицированной медицинской помощью или снять членистоногое самостоятельно, воспользовавшись пинцетом или обыкновенными нитками. Затем клеща можно сдать на анализ, а пострадавшему желательно посетить участкового терапевта или инфекциониста. Врачи при необходимости назначат курс профилактики.